У нас сегодня в гостях музыкант, продюсер, диджей, гротеск. Очень крутые пишут треки, очень крутые пишут ремиксы. Все мы его слышали, знаем. Пару вопросов, не буду спрашивать, кто ты, что ты, чем ты занимаешься. Ты все сказал. Я уже все сказала, мы все это знаем. Пишешь музыку. Я пишу музыку тоже, поэтому с тобой на такой более легкой волне поболтаем. Расскажи мне, знаешь, что там самое сложное в написании треков? Начать. Самое сложное это начать. Потому что сам процесс довольно увлекательный, время незаметно, все дела. А вот именно сесть, заставить себя начать генерировать какую-то идею, это самое сложное в этом процессе. Сколько времени уходит, чтобы сгенерировать идею? По-разному. Бывает три часа, бывает месяц, бывает неделя. По-разному. Это зависит от технического задания, что ты вообще в принципе хочешь сделать. Если этот трек, допустим, вокальный какой-нибудь, то, соответственно, тебе нужно от вокала. Отталкиваться. Отталкиваться, да. Выстраивать всю композицию, аранжировку, все от вокала. Соответственно, дело пойдет быстрее, потому что у тебя ориентиры какие-то определенные есть. Если же нет вокала, и тебе, ну, как говорится, фрихенд, ты просто берешь и делаешь что-то наобум. Это подольше, как правило. А сколько самое быстрое время? Сколько ты можешь написать трек? Полтора часа. Серьезно? Да. Какой трек это? Не скажу. Тогда следующий вопрос. Попсовый. Попсовый. Хорошо, смотри, ты пишешь треки на заказ. Да. Цена зависит от того, для кого ты пишешь или от чего зависит? Опять же, от тех задания, да, как бы не секрет, но от тех задания зависит, опять же, ремифт или оригинал. Ну, соответственно, чем больше треков человек заказывает, тем дешевле ему выходит каждый трек. Все. Давай так, скажи мне, для кого ты, самого такого, кого знают все, для кого ты написал трек? Я знаю, что ты для многих. По условиям контракта я не имею права говорить, кому я писал. Ну, много таких было. Очень. Да, но я знаю, что ты выпускаешься. Скажи мне, вот, еще что. Что важнее в написании трека? Умение или девайсы, аппаратура? Умение, конечно. Я свой первый конкурс ремиксов выиграл в капельках за 350 рублей. И на моем компьютере, я не знаю, знакома тебе такая игра, Counter-Strike 1.6. Вот она лагала. Как бы вот настолько все весело было. И как бы выиграл. Расскажи, как с гастролями сейчас? Замечательно. Езжу потихонечку, помаленечку. Прошлый год у тебя был, ну, по твоей сцене ВКонтакте, был очень продуктивный. Что ты ждешь от этого года? От этого года я планирую большее время уделять студии на работе, нежели гастролям. Потому что в прошлый год, как ты сказала, был продуктивен, но я считаю, нужно выпускать материал чаще. Я хочу выпускать материал чаще. Поэтому этот год я планирую именно на студии на работе заняться и писать музло. А выпускаешься только на Rundle или еще на Rundle? Нет, не только. Ну, в основном, да, у себя, потому что зачем мне выпускаться где-то? Ну, я не вижу определенной, как сказать, не то что выгоды, а профита с этого. Зачем, ну, зачем где-то выпускаться? Какая-то аудитория, лучше я на свой лейбл нагоню аудиторию, и у меня будет и свой лейбл, как бы, я ролик я сам себе забираю, сам себе режиссер, в общем. Со всеми велосипедом. А скажи мне, расскажи про лейбл вообще. Лейбл три года, почти четыре, в июле будет четыре. Ты владелец? Да, создавался вообще наобум, просто проснулся такой, а не сделает ли мне лейбл. И сделал лейбл, и как-то вот так. Ну, расскажи тогда, знаешь, простым обывателям, как создать лейбл? Что для этого нужно сделать? Во-первых, не надо этого делать, если ты не понимаешь, зачем он тебе нужен. Я совершил большую, не то что ошибку, а... Не подумал. Да, я вообще не задумывался. Когда я его создавал, это был просто, ну, какой-то очередной экспириенс такой, что-то новое попробовать. Но потом я столкнулся с тем, что, во-первых, это требует очень много времени. Конечно. Во-вторых, это требует вливания средств. То есть, ну, не то что требует, но желательно, если ты хочешь как можно быстрее обрести какую-то аудиторию, популярность, там, уже с выходом в продажи, там, или какие-то чарты, еще что-то. В это нужно вкидывать деньги, которых, ну, на тот момент вообще не было, прям совсем. Как бы я даже не задумывался о том, чтобы в не физическое, не материальное что-то, которое на каком-то сайте где-то что-то там есть, в это вкидывать деньги. Поэтому я считаю, что если ты хочешь создать лейбл, и ты знаешь, как это сделать, тебе нужно сначала денег подкопить. Во-первых, ну, много разное, растяжимое понятие, в этом не будем конкретно заниматься. Во-первых, как бы деньги не помешают, ну, как бы можно, соответственно, без денег, но нежелательно. Во-вторых, нужна, нужен ростер артистов, то есть те люди, которые будут у тебя выпускаться. Как ты их ищешь? Откуда они берутся? Демки, присылают демки, в основном. Сами присылают? Да, либо треки людей, которых я играю периодически, я им пишу на самом кладе, там, привет, крутой трек, есть что-нибудь выпустить, там, я ремикс напишу, например. Либо там по бартеру, я пишу на чувака ремикс, он пишет на меня ремикс, и как бы так и работаем. Либо ребята демки присылают, но в чем проблема демок, что 80% из них вызывают неконтролируемый поток крови из ушей, к сожалению. Это как всегда. И как бы, как бы ты не хотел это отфильтровать, тебе приходится это слушать. Но, тем не менее, иногда попадаются прямо очень крутые треки, которые вообще незамедлительно подписываются, и очень круто продаются, и играются, и везде. А вот, к примеру, тебе отправили демку, ты слушаешь и понимаешь, что это говно. Что ты делаешь? Говоришь, чувак, это говно? Это стандартная фраза, у всех, наверное, вообще лейбл-менеджеров, вообще у всех. Допустим, Коломбо мне так отвечал 42 раза. Как бы, ну, я не только свои треки отправлял, и заказные тоже, как бы, ну, кто-то просил, там, допустим, там, моя есть, там, ну, типа, есть почта. Отправляешь, и он вот прям открыть все письма, и одна и та же фраза, без знаков припинания, без, там, каких-то заглавных стрежных... Копир отстань. Просто копир отставляет, и как бы, нормальная история. Но на это никто не обижается, потому что у каждого лейбла своя, какая-то, ну, свое видение, свое направление. Поэтому обижаться на это вообще не стоит. Ну, на каждого... Это не значит, что трек плохой, некачественный, там, ты какой-то урод, нет, совсем нет. Как сколько людей, столько людей. Да. А вот, расскажи мне про Пионер. Мы с тобой тогда последний раз виделись на Пионере, когда я играла, ты ввел там уроки по диджейнгу, ты ввел там уроки... Ни в коем случае, я был преподавателем авторского курса по написанию музыки Вейблтон Лайб-10. Почему перестал? Это же круто, ты очень... Начнем с того, зачем я туда пошел. Пишу туда, я не могу учить. Не то, что не могу учить, я могу учить, но мне это тяжело дается, потому что те вещи, которые мне кажутся очевидными, ну, люди не успевают в это врубаться. Но, тем не менее, как бы, те люди, которых я учил и доучил, они вполне себе хорошо пишут, сидят, у них все хорошо, все довольны, рады, счастливы. Но ушел я не потому, что там как-то все, ой, все плохо, все, я уйду. Нет, я просто все-таки решил сделать больше упор на себя, на свое творчество, потому что, ну, соответственно, если ты фулл-тайм занят обучением, у тебя совсем не остается времени на то, чтобы писать. Когда ты видишь Вейблтон там 8 часов подряд, и, грубо говоря, каждые 2 часа занятия шло 2 часа, каждые 2 часа говоришь одно и то же, просто на репите, у тебя к концу дня просто тупо сил не остается на то, чтобы сесть и что-то там вытворить. Поэтому я, типа, расставил приоритеты и все-таки ушел, и вот такой вот я молодец. Молодец, молодец. Так еще вопрос, скажи меня, а как дела вообще с вдохновением, откуда ты его берешь, как появляется? Расскажу, почему спрашиваю. Допустим, я могу проходить мимо компа, вот так вот идти в какую-то комнату, зависнуть, и вот через за полтора часа написать какой-то костяк. А могу каждый день садиться, пытаться, выжимать, у меня ни хрена не получается. Что делать? Если ты будешь садиться каждый день методично, как на работе, не знаю, вот как люди в офис приходят, там с утра, там, допустим, с 9 до 5, сидишь и что-то методично мучаешь, ты однажды кукухой поедешь просто, потому что так делать нельзя. Это ни в коем случае. А мне говорят, каждый день садиться трек, нет? Нет, не получится. Ты ничего хорошего не напишешь. Я вот тебе вот прям точно говорю, прям 100%. По себе знаю, потому что у меня бывают такие моменты, когда я по 3 месяца ничего написать. То есть меня ждут заказчики, там, какой-то, не знаю, ну, надо уже что-то выпустить, пора бы уже, а как бы, извините. Поэтому самый-самый-самый верный способ получить вдохновение, это получить эмоции. Любые? Вообще любые, абсолютно. Негативные, позитивные, потому что... Меня чаще всего за негативные получаются. Будешь писать грустную музыку, значит. Не грустную, мрачную, наверное. Мрачную, наверное. Или злую. Но, как бы, это тоже не гарант того, что ты будешь мрачную или злую музыку писать. Поэтому про эмоции. Эмоции надо искать везде. Вот просто меняй круг общения, меняй там род деятельности. Там, допустим, ты играешь, играешь, переставай играть, там, иди рисовать, например. Рисуешь, у тебя майнцеп меняет, у тебя по-другому начинает голова думать, вообще размышлять по-другому начинаешь. То есть ты с другой стороны на все смотришь, соответственно, и музыка у тебя будет другая получаться. Вот если, допустим, всю мою дискографию рассмотреть, то у меня сначала был Drum and Bass, потом Big Room, потом Psychedelic Trans, потом Сопливый Deep, потом Tech, потом опять Сопливый Deep. Ну и сейчас периодически там что-то попсятенько так балуюсь. Вот. И вдохновение тоже, ну, как бы, приходит, допустим, приходит вдохновение на попсу, я делаю попсу. Приходит вдохновение на так, я делаю так. Как бы приходит вдохновение на что-то там, не знаю, на электронику, пишу электронику. Тут просто черпать эмоции. А нету таких мыслей в голове, что, допустим, все время таскать с собой компьютер, чтобы, допустим, оп, вдохновение, ты где-нибудь присел на ступеньках, ты быстро что-то сделал. Но это больше какая-то, знаешь, киношная... Меня посещали просто такие мысли, я себе специально купила рюкзак, для того, чтобы мой мак туда помещался, потому что у меня как-то я ехала в метро, на эскалаторе, у меня посетила мысль, и вот оно у меня очень редко в голове играет мелодия, и у меня появилось, и блин, и все, пошло, купила себе рюкзак огромный, чтобы таких моментов больше не было. Я не знаю, как по мне, это киношный стереотип, что идеи возникают вот так вот. Ну, они возникают-то вот так вот, но что, как бы ты, допустим, идея крутая возникла, и ты ее раз и забыла там в течение трех часов. Не знаю, у меня такого, например, не бывает, я дотерплю до компа, как бы, и сделаю вот эти грязные дела все, когда буду у компа. Поэтому таскать с собой комп, ну, может, кому-то и как бы удобно будет. Я не знаю, я вообще, как бы, на маке не любитель писать, поэтому... Почему? Потому что, во-первых, нет ломаных плагинов, будем честными, они все плагины. Есть, есть. Нет, есть. Ломаные плагины. Найди Юхири Pro One, я тебе руку пожму, прям с разбега вот так держать, буду руку тебе жать, потому что именно из-за этого я продал свой iMac, потом продал, а нет, сначала MacBook, потом iMac, и купил себе комп на Винде. И, ну, как бы, когда у меня был мак, я такой думаю, так, у меня есть деньги, я либо сейчас вкидываюсь в плагины, то есть я покупаю стадионные плагины, либо я покупаю себе комп на Винде и буду довольный сидеть в GTA 5 играть. Вот, и купил комп. Так, ну что, в принципе, все. Расскажи, пожелай что-нибудь нам, формат Space. Желаю вам развития. Спасибо. Во-первых. Во-вторых, качественной музыки от гостей, ну, и от вас. Естественно. Старайтесь. И всего хорошего, счастья, здоровья. Спасибо тебе огромное за микс. Тебе спасибо за приглашение. И треногу купите. Прикупите треногу, да. Ну все. Блин, так еще поболтали. Да, неплохо. Спасибо. 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 Спасибо.